Есть целый ряд эстетических проблем, с которыми мужчины готовы бороться со свойственной им решительностью. Шрамы, нависшая века, мешки под глазами и, конечно же, различные высыпания на коже. Пациентов, сейчас их очень много с разоцеей, то есть это расширенные сосуды обращаются из-за дискомфорта, то есть кожа становится чувствительной, к ней невозможно прикоснуться. Если это бритье, то, соответственно, вызывает определенные болевые ощущения. Желтый лазер, он очень хорошо решает вот эту проблему сосудов, то есть сосудов на носу, на щечках, на подбородке, и чувствительность кожи, она значительно снижается. Подростки, их также приводят родители для того, чтобы скорректировать нежелательные какие-то эффекты и последствия после акне. Рубцы постакне и расширенные поры корректируют игольчатый радиочастотный лифтинг. А лазерная шлифовка делает менее заметными шрамы. Если мы говорим про мужчин, там, похудели, можно предложить процедуру смаз-лифтинга. Он работает на мышечно-паневрический слой, что, соответственно, нам дает также и подтяжку, лифтинг. А если контурная пластика для женщин – это прежде всего объемы, то мужчинам ее делают, чтобы придать лицу рельефы мужественности. Все делается по минимуму для того, чтобы мужчина не пришел на работу и ему не сказали, что ты сделал с собой. Изменение скул, подбородка. То есть, да, мужчины это тоже делают. Мы даже можем мужчинам увлажнить губы. То есть мы их не увеличиваем, а немножко увлажняем для того, чтобы они не были такими сухими. Кстати, об увлажнении. Сухая кожа – это некрасиво и дискомфортно, но поправима с помощью инъекционных процедур – биоревитализации и биорепарации. Биоревитализация чаще всего предусматривает за собой именно увлажнение, питание кожи, то есть насыщение определенное. Чаще всего это компоненты гиалуроновой кислоты в препарате. Если мы говорим про биорепарацию, тут может содержаться уже, скажем так, пептидные какие-то комплексы. То есть это витамины могут быть, аминокислоты. Мужская косметология – это отдельное направление. Эстетические нюансы и физиологические особенности требуют абсолютно разного подхода. В частности, если дело касается мимических морщин. Батулинотерапия для мужчин совершенно другая. То есть если женщина приходит за максимальным лифтингом бровей, то мужчинам нельзя ни в коем случае этого делать. То есть когда у мужчины есть межброви, когда есть лобные мышцы выраженные, это придает какую-то мужественность. Соответственно, если мы сделаем максимально большие дозировки, то потеряется вот эта грань. К сожалению, иногда приходят пациенты, и видно, что в данном случае была неправильно немножко поставлена, да, либо выбрана позиция постановки ботулотоксина. И, соответственно, мы корректируем. То есть у мужчин это чаще всего спокойные брови, да, достаточно горизонтальные. Ну и, соответственно, максимально мы стараемся не перегрузить. Потому что, конечно, это, ну, во-первых, и мышцы другие совершенно, и совершенно гормональный фон другой. А теперь переходим к радикальным мерам – самым популярным пластическим операциям у мужчин. Чаще всего это беспокоят либо какие-то эстетические или посттравматические деформации носа, перегородки носа и возрастные изменения кожи лица. Например, если это операция ринопластика, чаще всего мужчины приходят после травм, драк, падений, ДТП. У пациента еще могут быть носовые кровотечения, и они приходят для того, чтобы исправить, так сказать, вот эти вот последствия каких-то неприятных событий в жизни. И также, например, в лифаропластику мужчины часто приходят делать для того, чтобы открыть свой взгляд. То есть нависшее верхнее веко очень мешает им читать, водить машину. У мужчин популярна липосакция, это делают не только женщины. То есть это если мужчину беспокоят избыточные жировые отложения, которые не корректируются диетами и физическими упражнениями. То есть, например, также область передней брюшной стенки, область грудных желез. Тут еще тоже хочется добавить про такое явление, как гинекомастия. Это то есть когда у мужчин развиваются грудные железы избыточно по типу женской груди. Тоже мы делаем операцию, можно двумя методами, можно сделать липосакцию этих грудных желез, можно прям их вырезать. Таким образом и пластическая хирургия, и косметология предлагают свои варианты решения эстетических проблем, с которыми может столкнуться современный мужчина. Главное, не бояться обратиться за консультацией к профессионалам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова